Что? Что случилось? Это не для тебя, Хави. Возможно, это не для тебя. Это как в фильме «Туман» по книге Стивена Кинга. Орлы, но перед тем, как мы продолжим волгалить, я должен вам рассказать самую важную информацию в вашей жизни. Когда-нибудь вы скажете спасибо мне за то, что я показал это вам. Как сделать кружку своими руками? Сейчас мы это узнаем. Я подсчитываю, как вам такие лайфхаки не везде можно увидеть. Вот, собственно, вот такая вот получилась штучка. А верхнее отделение зачем? Пробуем эту бутылку, кружку. А не продлется? Я иногда ходил на фильмушице в кино, ну, месяц назад, по-моему, я даже не помню, о чем он был. Интриги здесь больше, чем было там. Ссылка в описании. Как видите, я уже подписан. Я даже лики оставил, так что ссылка в описании. Орлы, когда-нибудь вы скажете мне спасибо, когда у вас все кружки побьются. Всех с возвращением! Мы продолжаем играть в ассасины. Вы знаете, кто я. Я Евген. И всем, кто поставил лайк, Орлы, вы будете жить вечно. Вы попадете в рай. Вот эти врата, вы пройдете через них, и вы все будете жить счастливо. И подписывайся на канал, и подписывайся на телеграм, чтобы не пропускать видео. А я пока что, видимо, увидел и дроссель. Дерево жизни. Эйвор, Эйвор! Эйвор, ты одурманин нас? Развяжи нас, что? А, да. Сейчас. Ты одурманин. Ну, немножко воспоминания одурманили меня. О, у нас появился костюм. Штаны клана Ворона. Орлы, постойте. Вдруг на меня нападут? Нужно срочно переодеться. Мне нужно приодеться. Посмотрим. А, я думал, тут можно сразу в меню. Так, у нас есть плащ клана Ворона. Бирается внизу какое-то что-то, нечто белое. Как будто так. У нас есть плащ. Обмундирование. О, это же как в трейлере. Это как вот в игре было. Так, набор клана Ворона. Броня возрастает при снижении здоровья. Да, давай. Держусь, чтобы улучшить. Да, будем прокачивать все. Уже не хватает ресурсов. А что с топором? О, о, можно убрать? Ты мне мешаешь. А, мы можем взять два топора. Все-таки основное оружие... Интересно, можно взять два щита топор вареная? Это топор моего батя, моего отца. Так, щит у нас будет. Берем все по классике. Да, это, видимо, скрыть, одеть член на ручье клана Ворона. Ну, давай, одеваем все. Все, я теперь максимально по-клановски одет. Сразу теперь видно. Я соклановец своих соклановцев. Так, где, ребят, где вы находитесь? А вот. Ребят, выходим. Славный бой, сестра волка. Какой-то я слегка потеряла голову. Бывает. Слушайте, вы можете сражаться. Так, давайте вернем корабль. Нам не нужно просить нас два... Тебе не надо просить нас два, что-то. Ну, ну, давай. А, с дверью помочь? Легко. О, слушай, анимация как будто немножко отсутствовала. Или мне показалось? О, люди, здорово! Давай, ну, давай! Это обычная людина. Слушай, ну, боевка стала посложнее. В Одиссею у меня прям было чувство того, что я доминирую над противником. Здесь такого чувства нет. Здесь чувство плохого равного боя. Даже с простым врагом. Несмотря на то, что я их легко раскидываю, я сегодня чувствую какую-то доминацию, что я... Я доминаторша. Примерно так же, как, наверное, в... Как это называлось? Игра в пустыне, которого я уже забыл в Ориджинсе. Говорю, на самом деле тоже было сложновато. Я играю на обычной сложности. Не люблю, как бы, перебарщивать, собрать мороженое. Меня максимум проведи. Ладно. А куда нам? Давайте... Давайте золото заберем, наконец-то. Потому что золото до сих пор мною не забрано. Золото до сих пор валяется где-то там у врага. Врагу от золота не достанется. Золото мое. Привет, люди! О, расхерачил тебе щит! Давай, на давай! Немножко непривычно, конечно, тут соклонение. Я привык, как на кружочек уклоняться. А тут нужно... Другому, где-то так и было. А, интересно, мой щит-то можно разбить? Потому что этим чувакам я щиты разбиваю. А... Иначе. Так, дверь заперта с другой стороны. Так это я уж понял, а как? Тут со всех сторон заперта. А-а-а! Вот оно что! То есть все это время мог пройти через окно. А, постой, а как это открывать дверь? А-а! Дверь нужно разъести! Ну ладно. Нравится, как сундук трясется и открывается? Как будто карточки в Хардстоуне открывает. Хотя в Хардстоун не играю. Ладно, идем тут доберите своего Дракара. Идем в наш Дракар. Кусок угля. Штука ценная в те времена. Наверное. Так, нужно добраться до Дракара. Дракар где? Правильно. На бороде. Вон он. Я буду в самой гуще боя! Давай! Я викинг! Я воин света! Вот это вы видели, что я сейчас сотворил вообще? Ребят, вы что лучики, да? Я вижу, как летят ваши... Ребят, ближе! Это невозможно. А вы будете во мне стрелять? Один чувак, который в море решил идти, полностью меня игнорирует. Ну вообще странно, что я могу попадать в определенные части тела, и это их поджигает. То есть, немножко нелогично, но как механика мне нравится. Но при этом механика, которая никак не объяснена. С другой стороны, какая разница? Это же круто. Меня это не напрягает. Скорее вызывает вопросы. Давайте их добьем. Все-таки очки какие-то дает. Дает очки? А, ну да, действует. Соответственно, драться выгодно. Соответственно, деремся. Я просто как-то обошел деревню с другой стороны. Дес, а что если самому попытаться всех победить? Что будет? Хотя, наверное, ничего не будет. Да, мы их победим, и все. Так, забираем дракар. Это мое. О, ребята уже уселись. Пассажиры уже на месте. Ха-ха. Управлять давай. Так, браги, на весла. Путь китов зовет нас домой. О, боже, давно пора. Врачи, начинай грести с тесной. А у нас обычный карауль, кстати, скромный. Понятно, понятно. То есть мы плывем, по сути, на микролодке какой-то. Если сравнивать это... А, золото не взял. Ну ладно, блин, потом вернусь. Я не знаю, я не хочу находить каждый кусочек там прямо всего-всего-всего. Потому что это очень долго и не очень интересно. Но постепенно изучать мир, это, наверное, круто. Слушай, тут земля, мы тут не проплывем. Я думаю, нам нужно... Куда оно вообще надо? Нам нужно Форнбург. Чтобы я мог вернуться. Может быть, нам синхронизацию тут сделать? Я потом-то сюда приплыву. Так, а, назад, назад, назад. Ты молотишь, Эйвор? Ты виноват, и тебе нечего сказать. Мы не понесли потерь в бою. Наши ворони заплатили... ...жизнью. Задерживаясь. Что еще говорить? Ну, пер, я была глупа, безрассудно прямо и слепа. А еще я пахну кровью и говном. Я сказала лучше, чем ты, Эйвор. Вон, видите, домик. Мы сейчас на домик заберемся и точку себе откроем. Ну, выглядит красиво. Слушай, графика стала лучше. Казалось бы, та же консоль. Тот же движок. Ну, графику-то подтянули. Лучше действительно стало. А песни никто петь не будет? Нет. Мне петь песню. Что-то мне этот замок 12 века норвежский нравится больше. Ну, я понимаю, это не замок, это длинный дом. Мне он нравится намного больше, чем все эти древнегреческие штуки римские. Это намного интереснее. Посмотрите на это искусство. Смотрите, какой огромный домик я нашел. Я сейчас не буду тут все обыскивать. Я по сюжету хотел бы пойти для начала, а потом уже заняться обыском. Потому что я чувствую, что обыскивать тут можно очень много и очень долго. Как, в принципе, во всех играх Ubisoft. Но в Одиссее было прикольно, что был стартовый остров, который обыскать было достаточно легко. А тут стартовая локация Норвегии достаточно большая. Но вот именно самая прорисовка, кстати, очень классная. О, тут целый город. Но это не тот город, который нам нужен. Но это целый город. Но пока что надо вот в наш город. Я поэтому сюда позже приду, потому что вдруг по сюжету сюда отправят. Но это целый город. Ура, совершенно. О, хорошо, хорошо. Так, а спрыгнуть куда? Так, я понял. Я понял, куда прыгать. В воду, да? Физически она не могла так... Ты не могла физически так отпрыгнуть. Ну да ладно. Нет, красивый вход в город тут, конечно. Но мы в этот город попадем позже. Я пока на свой дракар и дальше плавать через Ригьяфьюльки в Форнбург. Люди кьётви. Вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Хоть ты и одной новой могиле, мы легко справимся. Так, набеги на мелкие лагеря. Постой, мелкие лагеря это вот это? Это мелкие лагеря или что это? Ну, окей, ну давай разграбим его. Мелкие лагеря, можно разграбить, взяв с собой дружину. Набег. А, давай попробуем. Две пошли, у нас набег, пацаны! Одни бандиты грабят других бандитов. 90-е, погнали, давай, рейкет, рейкет, рейкет. Ой, кажется, что-то не так. Я хотя бы был его взять нахрапорок, напрыгнуть. Я не убегу, ты, это ты не убежишь, ты что-то на путь. Я не понял, ты бычешь, что-то? На меня решили бакануть. Ну давай! Это враг? Нет, это наши. Зачем ты труп добиваешь, мужик? Так, посмотрим, тут есть что-то ценное? В тот момент, когда ты разграбляешь счет имени, пока твои пацанчики сделают всю работу за тебя. Слепой сундук классный, был и шестный, как корона. Укус кости. Получено сокровище. Мое состояние увеличилось. Так, задание не надо, предметы, предметы. Нет, это не надо, предмет давай. Так, посмотрим. У нас что, новый щит имеется? А, нет, это новый топор. Укус кости хороший датский топор. Датский, а мой какой топор? Норвежский. О чем прикол? Датский тип побольше. А сравните, как где сравнивать, а вот сравните. Какой топор руч по скорости? Нет, слушай, во всех смыслах, этот топор будет как-то половчее, так сказать. Возьмем. Он же не двуручный. А, нет, слушай, это двуручный топор. Ну ладно, походим с ним, посмотрим, как он. Живые еще есть? Вот, какому закручиваешься, пожалуйста. О, мне нравится такое пожилой. Пожилой чим-чинки. О, да, где заходит этот топор? Вы лучше злый топор? Да. Возьмем. Потрясающий топор. За такой топор и лайк на видео можно поставить. Добыча серебра. Все, мы как бы, да? Просто тут нету надписи, типа, вы разгромили лагерь, мы вас поздравляем. Поэтому у меня сложность с восприятием того, типа, победил я или нет? Давай посмотрим. Мы победили, да? А, это наш че? Че он на добе делал? Что ты делаешь на добе? Его даже не видно. Так, сейчас все просканируем. Я не понял, мы победили или еще кто-то есть? А, вот в чем дело. Лучик остался. Я-то думал, тут совсем все плохо выгреет. Я даже не скажу спасибо за то, что ты... Спасибо, хорошая работа, Олег. Хорошая работа, Олег. А, и все, что ли? А, не будет ни награды, ничего? Какой-нибудь отметки, типа, ты разгромил вражеский блокпост. Вообще странно, здесь мне не... А, просто крестик на карте ставится. Ну, немножко странно. Мне не хватает этого, знаешь, как раньше было. Я ратороград, я хочу, чтобы все было как раньше. А еще, чтобы как было в третьем Ассасине. Ладно, шучу, мне нравится, когда все по-новому. Мне нравятся эти обновления. Постой, еще один. Ты, блин, и ты туда же. Хватит отбегать. Причем, они даже на карте не помещаются. И они даже не будут пацаны, просто где-то прячутся. Но есть ощущение, что ребята про Скандинавию игру давно хотели сделать. А еще, когда Роуг делали, видимо, хотели про Скандинавию устроить игру. Так, ну, вроде, нет больше врагов, слушай. Постой, нет, они клаточки. Ребят, что вы делаете? Почему они... Что с тобой? Чувак, я по флэше превратился. А по-моему, а флэша так колбасила. Они что-то стоят и машутся. Что там, что-то есть? А тут что-то есть? Что-то вроде нет ничего. И что, они стоят? Ладно, ничего нет, поплыли домой. У меня проблемы с тем, чтобы отплыть. Корабль просто не плывет! Он не двигается! Ну, кстати, если посмотреть на воду вблизи, она так смотрит. Что-то, слушай, что-то ничего не работает. Может быть, корабль надо оттолкнуть, а? Может быть... Да, наверное... Слушай, да, наверное... Наверное, его надо толкнуть. А можно ли оттолкнуть корабль? Давай. Эх! Как толкнуть корабль? Ясно, никак. Вот здесь была желтая штучка. А что есть? Я на нее встану и попробую, как бы, перепортировать корабль. То есть, я понял. Не вставать с кораблем на скалы, иначе он может завязнуть. И вот, и придет за нами, он будет сильнее, чем раньше. Не удивлюсь, эта война ведет уже третье поколение. Вряд ли Кью отвиздаться так быстро. Твоя ненависть плывет... Былает жарче костра, так что может согреть мне яйца! Может, лучше штаны есть, или они кожи. Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. В тот момент, когда вначале про яйца, потом мудрые мысли. Это игра для меня. Он бил многих из нас. Господи, так обидно, что русского пока нет. Потому что я играю до релиза, потому что надо уезжать. У меня вот какое-то проклятие с новыми играми, если честно. Постоянно какие-то проблемы. Watch Dogs новый дали. Но дали немножко поздно. И дали только на английском. Вообще, ХЗ там было написано просто, что вот Ubisoft, UK, то есть Великобритания. То есть, а зачем? Мне на русском надо, на русском! Нам пришлось на ПК играть за подписку. С подпиской. Жалко, здесь нету какого-то, знаешь, обвала гряды, чтобы тут ты плывешь, там берешь шпиль, откалываешься. Такой, граи в море. Вот это было бы красиво, конечно. Так, нам нужно заплыть вон туда, где костерок. Вот тут такое проклятие. Видите, игра вышла. Ну как бы дали заранее, а уезжать надо. И так у меня вот каждый раз практически. Стюрберт будет недоволен, что ты его осушилась. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я права. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора. И улыбался, подставив лицо ветром. Туда же видны порывы ветром. Видите, вот эти искажения. Ну, выглядит красиво. Слушай, и вода, если не присматриваться вот так вот. А вот, например, вот так вот по пути следования. Это мы! Это мы нас заметили! И что скажешь нашему Конангу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотве. Убили его людей, ослабили его власть. Э, Годом Ворд 2018. Ты был так хорош. А то, что ты чуть-нибудь тебя у своих людей, сама едва не угодила в рабство. Это войдет в твою сагу? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Ну что же, у нас цензура, цензура в Скандинавии процветала. Осуждаем цензуру в Скандинавии, Орлы. И плывем на место. Я специально еще раз не стал осматривать места вокруг. Мне хочется погрузиться в сюжет. Настолько, насколько позволят. По-моему, показывать можно только два часа. Ого, два очка. Ого, кормилица воронов вернулась. И даже живая. Ну, что-то это даже не город, это село какое-то. Давайте очки навыков вкачаем. Я просто думал, что реально тут прям город, городище. А вот так, то, что мы видели с храма, больше было похоже на город. В моем понимании. Типа узлов, применение очков навыка. Так, ясно. У нас тут общая мощь. Ну, вы сначала выберите свой путь. То есть, у нас есть путь дальний бой. Есть путь скрытности. О, скрытность. Это мне надо урон от скрытых атак. Дает бонус мощь и снаряжение в пути ворона. Нет, слушай, я пойду по двум путям. Ближний бой плюс скрытность. Слушай, а мы... А, да, на третью уже все. Ну, ладно. Мне кажется, базовые навыки нужно вкачать во всех трех, а там уже дальше специализироваться. Мы думали, что потеряли тебя, Эйвор. Мы думали, что потеряли тебя, Эйвор, но всегда. Ты вся тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма оттамилась, успокаивая колонка. Он там был недоволен. Ну, блин, я бы тоже был недоволен такой тянкой. Я так и думал, а Сигурд, он вернется после набегов? То есть, вернулся? Должен вернуться сегодня. По последним вестям, где-то у ста Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от дьявола своего отца. Ты еще не понимаешь? Навек прошел не слишком гладко. Он редко проходит гладко. Мы видели много людей к Йотве. Из-за дьявола твой тел я нашла топор отца. О, после стольких лет. Отдейся его к Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к Конангу. Не советуйте сейчас. Он беседует с посланником Севера. У-у, Севера? Я могу ждать. Подожду. Жалко не с Запада, иначе было бы, знаешь, забавно. Это была бы отсылка на сериал, где монах с Англии переплывает. Ты сама не своя. Что-то не так? Я видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Первый с того дня, когда отца убийца. С того дня, где я получил этот шрам. Скромная память горькая. О бедах, о болях. Поверю с Валкой. Она поможет ей понять мои чувства. Не торопись себя, не спеши. С этим сельдином доме. Вопрос там, как из Египта и Греции вы переместились. Ты уже не знаешь, что прежде какой-то топор. Может, Гудар поможет и тут. Как узнаю, скажу. Рандвия. Дева чести выполнена. Вопрос там, как мы, так скажем, так телепортировались. Хотя, с другой стороны, я уверен, что если поискать, у многих из нас будут родственники в других странах и вообще везде. Так, утешение Вильвас. Входит в цепочку битв за Северный путь. И это что? Дела семейные. Входит в цепочку битвы. Эйбор возвращается домой, который в серьезном разговоре с приемным отцом. Так, посмотрим. После нескольких ярких видений, Эрвич советует местной Вильвы. Вильвы. А, Вильвы. Это ведьма. Ведьма. Точно. Ведьма. Ну, я пойду. Музыка офигенная. Эйбор, жизнь сурова, а? Рад тебя видеть. Эйбор, ты признал нам сокровища? Сберила свой корабль с дружиной дороже серебра? Это не счет. Нужно серебро и камни. Молчи, Рольф. Почем тебе знать? Ты-то не был в набегах. Сам молчи. Дети недовольны, что я не привез золото. Слушайте, Эмир, они сильные дети были в Норвегии. Лишь бы деньги. Лишь бы донаты. Скверный. Совсем не клюет. Слишком много нынче лодок до судов. Ясно, мы виноваты. Все есть удочка, слишком скучно. Лучше взять ногу, попытать удачу. Средять в рыбу из лука? Вот это мысль. Не, ну слушай, а если рыбы на поверхности, то почему бы и нет? Показать задание рядом? Ну, покажи. Я... Ну, умирается, что все здороваются. И как бы общаются. И не знаю, ведь создает иллюзию жизни. А ты чё скажешь? Кто ко мне пришел? Ты, Гунар? Похож на... Похож на этого, как чего оказывали совершенно... А, Эймор! Во всем мир вердили, что и насмешки страшат меня. На кого он похож? Гоголь, точно, это Гоголь! Ты научил меня слогать стихи старой, только скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединах здесь сейчас, что скажешь? Что же, начнем флютинг? Я согласен. Я обычно ставлю несколько монет, большинство любителей флютинга. Также любят делать ставки. Ясно, бои за деньги. Но сегодня визит, я начал ставки на спор. Один экс... А? Осуждаем? Тот же с лифтом размером, вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему. Все продумай всерьез, выбирая слова. Так, и легко у соперника спечь полетит голова! Если вы учите, я уверен, что мой следующий челленджер, я буду слегать. Ммм, нет. Нет, рифма хорошо. Ну, многословие разрешение размером. Не поговорим о смысле. Скажем... Людинг, это живое сплетение слов. Не бездумная брань. Поединок волк. Если я скажу, что пуста у тебя голова, я отвечу, что пуста у тебя голова, я отвечу, свою зыглинка сперма. Я уж твое оторвать, хватит мне череп, твой станет чашей за эти слова. Не, я отвечу первым. Я отвечу, свою зыглинка сперма. Да, что, что, слишком разумно. А славный ответ, я звал тебя глупо, а ты отразил выпад. Отразила выпад. Говоря об уме, твой ответ тоже был ни о чем. Если нам приходит не один ответ, то стоит то, что ближе по смыслу. Последний. Что ж, ступай, остроумие, мир покори. Покажи всем огонь, что пылается внутри. Кем хотел бы я знать, кем ты станешь теперь? Так, ты такого из снах никогда не увидишь. Поверь, ученица тебя превзойдет, уж поверь. Ученица. Ученица тебя превзойдет, уж поверь. Прекрасно, да, ты меня отразит на повал. Твой флитер хороший, достоин похвал. Твой стих как топор и разит на повал. Спасибо, Элвис. Спасибо, Элвис. Я запомню твой урок. Харизма. Так, побеждайте во флитер, чтобы повысить уровень харизма. Открывает особый реактор в некоторых диалогах. Можно прокачивать харизму? Слушай, я думал, это мы просто болтали с чуваком. В итоге, понимаешь, что Пенка хотел прокачать, хотел просто узнать, что будет, если поговорить с рандомным челом. Качаю харизму. А мы дальше можем идти, смотри, тут дальше есть путь. Так, путь в Уорн. Ну, давай. А что дальше будет? Ближний бой. О, даже ближний бой в итоге дается. А, это ближний бой качаем. Я думал, стелс. Ну, ладно, я думаю, продвинутая скрытая убийство в итоге дается. Ты смотри, разнообразие. Так, Эвер, не хочешь наточить клинки? Да пришел за этим, Эвер, со возвращением. Welcome back. Гунар, хочу показать тебе кое-что. Так, что же там? Твое имя Торо. Топор твоего батя. Я не видел его с тех пор, как долгое время. Я рад, что тут вроде как лица персов отличаются и не волосевой покров. Потому что в Одиссеи, которая на том же движке, там вообще была формула. Они максимально сэкономили на всем. А не знаете, как сэкономили? Они сделали просто, что есть несколько там болванщиков. И на болванщиков наклеиваются разные там прически. Ордежды, голоса чуть отличаются. Но при этом болванщики многие одинаковые были. Здесь они, слава богу, сделали их разными. То есть нет ощущения того, что я играю в задних и тех же челов. Поэтому, ну, блин, я рад. Стилл looks good. Он еще глядит хорошо. Я думаю, один из лучших. Да, хорош. Но если затупилась, можно точить. Погу сделать острее, укрепить рукоять. Я повезу. У меня осталось лишнее слит. Точно лишнее. Судьба видит, помочь тебе. Но впредь, на семи слитки сама. И делать из воздуха я их не могу. Справедливо, справедливо, справедливо. Усилить снаряжение. Ну, давай. Пора усилить снаряжение. Повысить качество. Давай повысим качество. Я повышаю пожилое качество. Бум! Как пыхнуло. Норвежский топор. У нас теперь, он прокачался. Топор вай. Ну, дальше, а дальше качать нельзя. Дальше ты делаешь. Я это сделаю. Что мы тебе еще? Я сейчас думаю, как-то в реале работает. То есть, ты просто покрываешь железо еще одним слоем железа. Позволь мне взглянуть, как твои идеи. А давайте потом посмотрим, чем торгуют. Ну, мне нравится, как диалоги тут выглядят. Мне нравится, что они не болтают лишнего, а сразу мы сейчас в окно переключились торговому. На самом деле, да. На самом деле, мне нравится кузнец так усилить. Мы можем усилить, кстати, мою снаряжку. Вопрос, я не знаю, есть ли смысл это делать. Давайте усилим там, посмотрим. Ребята, первое прохождение, я не могу знать, что будет дальше. Качнем наручи. У нас для рун есть ячейка главная. А еще важно качать основную бронху. Обычно это самое главное. Чем это еще надо? Текстурка, что у тебя на лице подгрузилась, чувак. Не, ну окей, это PS4 Pro. Тут момент, как у тебя PS4 Pro, и даже она уже не вытягивает современные игры. Так, пока все, давай все, свалим. Слушай, а почему здесь... А, мне нравится эта иконка с поговорить, кстати. Они, не, вообще они прикольно переделали игру. То есть, мне нравится, как игра стала выглядеть и выглядывать. Пойти или на вышку. Не, вышка рядом с этим. Задай это утешение Велева. Это утешить ведьму. Пойдем к батьке. Ну, как я понимаю, это отчим. Или не отчим, а наш этот... Главнокомандующий. Так, идем к главнокомандующему. Кёнигу. Я готов, подруга, давай. Должно быть, они кончают. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончить их. Дай ему время. Можешь говорить с Валкой? Тогда мы стоим летчим. Да, Конук никуда не уйдет. Слушай, действительно, пойдем к Валке. Как я понимаю, Валка это ведь... То есть, такой намек. Так, возможно, нападение будет на нашу деревеньку. Посмотрим. Я на вышку пока. Так, давайте... А можно ли попить? Я хочу бухнуть. Я не знаю, это вода или... Что мы сейчас выпили? Вроде, телка говорила, что это... Это бухло. Эй, Текла. Как твой мед? Алис говорит, вы что слишком крепко. А силишь больше одного рога? Я уверен, я тебя перепью. Легко. Черт, надо успевать, тоже. Мне нравятся новые испытания. Это как в Origins. Там тоже что-то такое было. Ай, я поперкнулся. Дважды поперкнулся. Так, так, держимся. Нет, все, бухать тяжело. Один рог есть! Бьем дальше. Давай, давай. Да! Пей! Бух! Бухай! Пей! 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 Ай! Блядь! Извините за мат, я просто немножко... Ну, вы понимаете, да, сейчас... Ой, кажется, кажется, б я хреновый, мужики. И женщина, которая меня... Ой, 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 ой. Карта что-то идет не так. Ой, а в другую сторону. И при этом нужно успевать нажимать на кнопку. Ой, э! Жизнь, держись! Держись, у меня, у меня, кажется, в глазах хребит или это в игре. Ой. Ой. Не огорчаюсь, без твоих баркаутов давно болеть бы подстанками. О, ой, а я, кажется... Нет, все, я пойду проверчусь. Самое логичное действие, это после того, как ты выпил, полезь по скале. Игра предлагала мне коня вызвать, но я не уверен, где тут конь будет ездить. То есть дорог нет, это Норвегия, детки, это Норвегия, здесь нет дорог, вообще, как и в России. Здравствуйте. На севере нет дорог, вот одни горы. Вообще, это напоминает мне, слушай, такая, типа, идешь в пятерочку. Твой путь. Как это выглядит. И мы почти там, почти. И мы там почти. Да, здравствуйте. Такой странный звук, как бы, не знаю, шуршаща. Мне кажется, это музыка для секса какая-то. Но у меня странная ассоциация. Ладно. Теперь мы знаем, где находятся тайны и секреты. Мне, кстати, интересно, что это за тайны, и как бы, что они дают. Наверняка тайна, это может быть какие-то скрытые просто артефакты. Не обязательно, что это что-то мега важное. В деревне тут ничего нету. То есть, как я понимаю, единственное задание у нас сейчас, которое есть, это с бабкой. Бабка, бабка. С бабкой колдуньей. Слушай, а прыгать-то как? Мне не нравится, что убрали ассасинские прыжки. То есть, и ассасин скрипт, и и конический прыжок в лесу. Я понимаю, что у тебя есть сено на севере на горе, где быть не может. Но листва-то тут может быть. И как бы обидно становится. К тому же, вот как мы в воду прыгали ногами вперед. Может быть, так, конечно, правильнее прыгать, чем лицом вперед. Я не знаю, я не разбираюсь. Но при этом, не знаю. Где мой ассасин скрипт? Мне кажется, что меня кинули. Я знаю, вы скажете, Евген, ассасин давно уже не тот. И давно уже всего этого нет, а то о чем ты говоришь. Я не знаю. Ну, можно ведь добавить. Я же не... В принципе, нет претензий к тому, что что-то поменяли. У меня претензий к тому, что... Зачем убирать то, что было иконой серии? То есть, ассасин вообще уже ничего не осталось. Кроме Ису и предтечь. Пропит. Значит, Эйвен. Просто-напросто спинит. Кое-что стряслось. Так. Поставить поэт. Удоб задание. Утешение верево. Слушай, а что это? Удоб задание? Да, поучаствуем. Эйвен! Грозит! На всех грозит изгнание! А почему? За что изгнание? Он же отдыхает. В чем проблема? Да, ты не спать. Они могут быть рядом. А, ну вообще, да. Он может пропустить народ. Ну, врагов. Чувак, ты спишь на ходу? Помогут нездоровой фигня. Ну, что ходит во сне. А не пап, что тут метко стоит? Что это значит? Они повсюду. Если мы погибнем, умрут все. Ну, что-то было. Ну, давай за ним пойдем. Что-то это подозрительно. Я хочу на задание пойти, но этот парень... Нельзя спать. Надо ждать от прихода. Давайте за ним идем. Посмотрим, куда он дойдет. Пока что он идет к обрыву. Такая штука, слышишь? Эйвен, проси, ты сейчас упадешь! Не можем мы как-то остановить? Алло, Айвен! Айвен, дебил! Хочешь спуститься по веревке? Ветер, буря, что? А-а-а! Проснулся! Ты проснулся? Кажется, он взбодрился. Айвен, Дэйвин, спокойно, ты заснул. Нет. Я летел по воздуху. Причем во сне, пробуждение не спрятал. Хоть жив остался. И давно ты бродишь во сне. С тех пор, как я здесь. Положусь спать, тревожишь, что нас нападут. А когда я в дозоре, он берет свое. Только глупец может лишать себя отдыха. Ты не высыпаешься. А на тревогу делу не поможет. В твоих словах звучит мудрость. Я родина и подумай над ними, коля гуспать. Думай, как ты в дозоре, а коля спать, спи. Но сейчас вернись на заставу. Пока тебя дезертируем не назвали, иди. Мировое событие завершил. Воин, который ходит во сне. А, в этом и заключается тайна. Типа, это какие-то миссии. Прикольная миссия. Первое впечатление о одном задании. Мне нравится. Вот первое впечатление, он нравится. А, да, тут по веревке уже не съедешь. Тут руками. Смотри, он сам, он типа идиот. Он не просто взял пропал. Он сам идет куда-то назад. Это круто. Слушай, игра действительно хороша. Милый, милый домик Валки. Посмотрим. Тут должно быть видение. Я не помню, можно ли его показывать или нет. По-моему, первое видение показывать можно. До релиза игры. Хамурам. Хамурам. Валка? Валка? Песни мира можно слышать лишь в тишине. Хамурам. А-му-рам. 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 Свала. Свала. Это хвала и приветствование. О, древние, я взываю к вам. Ну, слышите же. Великие Один и Фрейя. Грейт Фрейя. Я даю вам дары за ваши дары. Благодарность и награда. Эйвор. Эйвор. Давно не видишь, что привело тебя ко мне? Я пришла за совет. Для себя, а не для клана. Пришла. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духом. Боюсь ей непережить зимы. Но... С ней я. Теперь рассказывай ты. Мне... Было видение. Очень ясное. Может просто наваждение из-за... Жажды битвы или от холода, но... Расскажи мне. Спустя 17 лет я нашла отцовский топор. Когда я вновь коснулась его. Я увидела... Там был волк. Свирепый зверь. Потом явился он. Седобородый. Одноглазый в плаще. Назвал меня с собой. А-а-а... Высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. К тактоткой Сейдор. Я быстро управляюсь. Так, что ты готовишь, никому ничего не говоришь. Ты уже делал это раньше? Тебе доводилось делать это раньше? Не бойся. Мы Сейд не поменим то, что с ней стало. Это зелье должно было помочь ей. Помогло? Временно. Я ее виделись везение. Очень странно. Но потом она снова стала такой. Я сейчас скажу, что смартфон увидел новый айфон 12. А реально, представьте, она скажет, что в видео, типа, плоские экраны, там, плоские камни светящиеся. Пей. Если хочешь проникнуть в суть. Интересно, а современность будет в игре? Просто про современность в этой игре я не знаю ничего. Абсолютно. Ой. Орло, у меня кажется, животик бубу. Блин, у меня в реале, кстати, тоже живот немножко болит. Потому что кушать хочется, а я сижу и играю. Понимаете, тот момент, когда ты такой думаешь, играть или есть. У вас бывает такое? Ты сидишь и думаешь, блин, за что взяться? Мне либо играть, либо есть идти. Убисофт, загрузка затянулась. Да, нормально уже прогрузилась. Как думаете, это реалы или виртуалы? Я не видел ничего, болт. Я не видел ничего. Хави! 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 Я узнал силуэта, так. И оказался среди мертвых. Это чувак, который нас спас. На коне. Вот она и говорит, что мы среди мертвых. Сигурд? Сигурд! Сигурд! Братец мой! Когда же ты прибыл? И волк? А может, это тот волк, который укусил меня за шею? Что это? Окей. 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 Что это? Что это? Что-то придут. Очень странно. Мне кажется, я в какой-то сутанинский клуб попал. Welcome to the club, боби. И за жопу. Что это? Какой-то сутанинский клуб. Свечи везде. И ведь даже метель их не задумают. Хотя, возможно, скандинавы умели делать качественные свечи. Не то, что сейчас. Сигурд! Браток! Что это? Другого пути нет, Хави. Все придушено. Сигурд! 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 Что случилось? Это не для тебя, Хави. Возможно, это не для тебя. Нет! Это как в фильме «Туман». По книге Стивена Кинга. Там так же чуваков засасывало в туман. Как будто щупальцами выхватывало. Жесть. Что-то дурные сны. Дурные сны вижу. Ничего не понял? Но было очень интересно. Пишите в комментариях, у кого те же ощущения. Потому что что не для меня. Я не понимаю, что он что-то прятал в руках. Но что не для меня. Это жизнь. Действительно. Может, игра не для меня. Может, мне махароны пойти сварить. Спокойно, Эйвор. Это я, волка. Я здесь. Боги. Я думала, что случилось. Я думала, что умерла. Расскажи мне все. Я сбралась на вершиную гору, вслед за волком. И там бушевали. Снежная буря. Угу. Угу. Так, там были Норны и Один. Меня звал Волк. Чертоги Одина открылись передо мной. Но... Там я не видел. Я не понимаю. А Один-то в каком месте находился? Я видел врата Чертога и Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгалы. Те стыждено туда попасть. Так, там были Норны и Один. Там был Один. А Норны приолените судьбы и наблюдали. А у меня нос чесался передо мной. Они... Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь. Твой путь. Что ждет впереди и чем кончится. Вот он чешется нос. Как-то по-страшному. Меня звал Волк. И показал, что Волк звал меня. Как будто хотел... Чтобы я шла за ним. Ты сестра Волка и будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать... Твоё устремление или... Трах. Траха нет. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добралась до вершины горы? Я добралась, да. Там был Сигурд. Он был ранен. И лишился правой руки. Потом появился ужасный милк размером с дракона. Он не делал на меня, а затем напал. И я очнулась. Боги благословят тебя. Так было и всегда. Ты добьешься славы и... Заслужишь место в Альгале. Но в виде есть недобрые знаки. Отрубленная рука. След кроли. Зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение, Сигурд. Не может быть. Никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат. Моя семья. Норны сами поведали тебя об этом. Нет, это неправда. Или ты все не так поняла. Этого не будет. То есть, видимо, я ради англичан предам Нордов. Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно. Один, то есть. Господи, я в фильме, когда вижу Один, читаю его как один. У меня еще в нескольких играх было такое. Не знаю, в чем дело. Я и Хеллблейд Хино Сакрфайс что-то вспомнил только что с этим видением. И внешне похоже немножко Тианка. Та, правда, была более божественная, чем эта. Этот перс такой, более обыскал андрогены. Вообще, мне не нравится эта тенденция делать андрогенных персонажей. То есть, непонятно каких. То есть, знаешь, типа и мальчик, и девочка, и это, и то, и другое. Я буду качать вот это. Удар в спину. Как я понимаю, стелс... А, нет. Вот это чисто боевка, как я понимаю. Вот это. Я буду качать стелс, потому что тут и боевка, и все. То есть, тут как бы универсал получается. Слушай, ну мы далеко можем зайти. Так-то. Во всех наших начинаниях. Орлы, здесь мы заканчиваем серию. Будет еще одна. Если я правильно помню, можно до релиза игры показывать только два часа. Соответственно, чтобы было два, это у нас вот час двадцать примерно. А будет еще одна серия на тридцать-сорок минут. И все. После этого конец. До девятого ноября. До понедельника. До двух часов дня по Москве. В два часа дня по Москве, скорее всего, уже будет и видео, и стрим. Я продолжу играть. Вот сколько у меня времени еще хватит. Потому что я уезжаю. Я хочу заранее чуть-чуть пройти. А потом я все это выложу. И будет уже стрим. Будем на стримах. Я буду чередовать. Посмотрим, как пойдет. Орлики бей. До следующей серии. Орлы, всем пока. Всех люблю, целую, обнимаю. И до следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.